Сколько ты зарабатываешь? Так и подмывает спросить некоторых диджеев. Меня зовут Диджей Мосс, вы на канале Аперкатс и сегодня мы поговорим про самых дорогих диджеев в русской индустрии. Самых дорогих диджеев я сегодня расположил в обратном порядке от пятого места к первому, поэтому смотрите это видео до конца, чтобы узнать, кто же самый дорогой диджей России. Кто расположился на пятом месте? На пятом месте у нас Димасель и Карина Истомина. Димасель очень талантливый музыкант и диджей, но популярность пришла к нему после вирусного Рилса. Вот этого. После этого Рилса к гонорару Димаселя добавился ноль справа, и сейчас этот парень просит за свое выступление от 150 до 250 тысяч рублей. Карина Истомина, простите, Карина Смолова, это сейчас жена известного футболиста. Карина это человек многих творческих профессий. Карина была и остается диджеем и сейчас Карина просит за свой сет от 200 до 250 тысяч рублей. Вы спросите, из чего складывается ценник Карины? Карина очень медийный персонаж. Она всегда была представлена в соцсетях ярко, она уже довольно-таки давно ведет свой YouTube. Помните теорию про лотерейные билетики? Так вот, я думаю, что плюс 100 к популярности и востребованности Карины Истоминой добавила свадьба с Федором Смоловым. Итак, третье место. Виталий Козак. Виталий Козак уже 10 лет подряд входит во всевозможные списки самых стильных мужчин Москвы. Я не знаю, помогает ему в диджейской профессии это или нет, но Виталий Козак за сет на частном мероприятии получает в районе 3000 евро. Почему у Виталия Козак получает 3000 евро, спросите вы? Над этой загадкой бьются диджеи и ученые всего мира уже на протяжении 5 лет. Порой Виталий Козак даже не пытается сводить треки, а просто включает один трек за другим. Кто-то из светских персонажей сказал, что и через 10 лет Виталий Козак будет играть на всех светских мероприятиях со своей Аллой Пугачевой. Я не знаю, Алла Пугачева помогает ему, список самых стильных людей Москвы делает ему имя и, собственно, ценник, но Виталий Козак своим обаянием, своими связями и своей Пугачевой на диджеил на 3000 евро за выступление. Не, у него, ему респект и вообще, типа, у меня все стадии, как бы, вот эти вот гнев принятия, блять, я прошел к Виталию Козаку. То есть когда-то, когда я себе только пробивал дорогу, я смотрел, думал, типа, блин, я же, блин, просто убийца там по технике, а этот чувак вообще играть не умеет, какого хера? Но, став чуточку мудрее и опытней, старше, я понял, что у каждого своя суперсила. У Виталия Козака другая суперсила. Его суперсила в обаянии коммуникации и в его личном бренде, который он наработал с годами. И этот личный бренд стоит 3000 евро. Моя суперсила в технике, в подаче и в том музыкальном материале, в который я играю. И это приносит мне мои деньги. Виталию Козаку деньги приносит другая суперсила. Развивайте свою суперсилу, и вы станете богатым и успешным. Кто же занимает третье место? Друзья, вы о нем наверняка немножко подзабыли, но сейчас он выйдет из сумрака. Великий и могучий DJ Smash. Новому поколению имя DJ Smash, наверное, немногое скажет. Но, алды помнят, DJ Smash сделал очень популярный ремикс на Юрия Антонова. Вот этот. А потом DJ Smash выпустил очень популярный собственный трек. Вот этот. Благодаря ремиксу на Юрия Антонова, DJ Smash стал очень востребованным и модным в олигархических кругах диджеем. Это случилось в нулевые, в период клуба Дягилев, Ферст, Рай, вот этой всей гламурной вежухи нулевых. Потом DJ Smash превратился во вполне самостоятельного артиста. Но, тем не менее, DJ Smash все немножко позабыли. Я напоминаю вам, DJ Smash еще силен. Навряд ли вы его сейчас услышите где-нибудь в клубе, но за частное мероприятие DJ Smash берет от 800 тысяч рублей до миллионов. Йоу, Алды здесь. Напишите, пожалуйста, в комментариях, какой трек DJ Smash вы помните. Итак, место номер два. Кто на втором месте? Второе место у нас занимает диджей Федор Фомин. Лично я впервые услышал про Федю после такой истории. В то время в баре Симачев тусовался никому неизвестный рэпер, который только-только выпустил трек «Юбаный насос», «Жора, где ты был». Этим рэпером был Нагана, а первым человеком, который этот трек сыграл на публичном мероприятии, был Федор Фомин. Именно благодаря Феде трек стал нереально популярен среди платежеспособной аудитории Москвы. Феде Фомину нужно отдать должное за то, что он не боялся экспериментировать и включал, ну, совершенно какие-то дикие для тех времен треки с матами на русском языке абсолютно неизвестных артистов. И он сделал популярными этих артистов, а его экспериментальность и безупречные попадания в аудиторию делали имя Феде Фомину. И сколько же получает Федор Фомин? Федор Фомин за частное мероприятие может получать от 700 тысяч рублей до миллион. И кто же расположился на первом месте? Давайте угадаем. Я смотрел одно интервью с этими ребятами и однажды их спросили, вы набираете популярность, вы становитесь все более известными, расскажите про ваши планы на будущий год. И ребята сказали, что их планы на будущий год это сделать так, чтобы их выступление стоило от миллиона рублей. И у них получилось. Первое место группа Крем Сода. Кто-то скажет, что выступление Крем Соды это не диджей сет, а больше лайв. Называйте это как хотите, ребята делают качево, ребята делают стильно и получают за это от миллиона рублей за каждое без исключения выступление. Я максимально рекомендую вам сходить на Крем Соду, если она будет где-то выступать, если ребята будут где-то выступать. Мой рекомендацион, сходите на Крем Соду. Это круто. Ну вы все поняли? Хватит сидеть на жопах. Будьте, блядь, артистами, развивайте свои суперсилы и зарабатывайте от миллиона рублей в диджейинге. Ну если серьезно, ребят, вы можете продолжить сидеть на промо диджей и мечтать о том, что популярность, слава и деньги свалятся на вас сами собой. Чем черт не шутит. Но я бы рекомендовал развивать свои суперспособности, суперсилы. Кому-то в этом поможет диджей школа. Кстати, я могу порекомендовать одну хорошую, но вы и сами ее знаете. Так вот, развивайте свои суперсилы, а мы с вами увидимся в следующем ролике. Меня зовут Диджей Мосс, это канал Аперкатс. Все!